Здравствуйте, любители палеонтологии! В этом ролике я хотел бы вам рассказать про Леоплевродона. Желаю вам приятного просмотра, а мы начинаем! Леоплевродон Леоплевродон – это род плеозавров из среднего юрского периода. Поговорим сначала о видах и об истории открытия. На сегодняшний день известны два вида – Леоплевродон ферекс типовой и Леоплевродон похидейрус. Ископаемые остатки Леоплевродона были обнаружены еще в конце XIX века в нескольких районах Франции. Это были три изолированных зуба. В 1873 году их описал и дал название французский палеонтолог Анри Эмиль Саваш. Название Леоплевродон происходит от древнегреческого словосочетания «гладкосторонний зуб», а видовое название «ферекс» переводится с латыни как «свиребый». Затем последовали новые находки из Франции и Англии. На сегодняшний день Леоплевродон ферекс известен по нескольким частичным скелетам, а Леоплевродон похидейрус – лишь по набору сочлененных шейных позвонков. В 1999 году выходит знаменитый документальный сериал «Прогулки с динозаврами», в котором Леоплевродон был представлен как огромный, достигающий 25 метров длинный хищник весом 150 тонн. К сожалению, эти данные довольно быстро были подхвачены и распространены популярными источниками, без какой-либо дополнительной проверки. На самом же деле длина крупнейшего Леоплевродона оценивается палеонтологами в 6,39 метров, а масса в 2,5 тонны. Да и Леоплевродон не является самым большим плеозавром, поскольку плеозавр Функий достигал в длину 12,8 метров. Передвигался юрский плеозаврит при помощи четырёх широких ласт. Хотя Леоплевродон вряд ли мог состязаться в скорости с акулами или ихтиозаврами, он слегка и мог компенсировать это высоким ускорением. Более того, синхронные движения четырьмя ластами позволяли мгновенно совершать колоссальные рывки. Длина крупнейшего черепа Леоплевродона достигает 1,54 метров. Большую его часть занимают вытянутые челюсти, наполненные огромными и острыми конусовидными зубами. Задняя область в процессе эволюции расширена для крепления мощных мышц, как у современных крокодилов. Толща Леоплевродона была обтекаемым, а шея очень короткой. Именно такая была необходима для поддержания и управления массивной головой. По ряду признаков Леоплевродон был высшим хищником своей эпохи. Лишь в некоторых регионах с ним могли конкурировать другие плеозавры сопоставимых размеров, такие как грозный символест. Возможно, Леоплевродон одинаково комфортно чувствовал себя как на глубоковозье, так и в теплых мелких морях тогдашней Европы. В пищу Леоплевродон мог употреблять всевозможную рыбу, например, примитивных лучеперых липидотов, а также головоногих моллюсков и других морских рептилий. Легко могли подвергаться нападению ихтиозавры-офтальмозавры и и менее вооружённые плезиозавры, например, криптоклиды, пелоневсты или муринозавры. Кроме того, здесь вводились и другие потенциальные цели – морские крокодиломорфы, такие как метриоринхи и синеозавры. Гипотетически, Леоплевродоны могли охотиться даже на гигантских летихтисов, хотя вряд ли они составляли основу их рациона. На сегодня это всё. Надеюсь, данный ролик вам понравился. Если так, то можете подписаться на канал, поставить лайк, а также пишите своё мнение в комментариях об этом ролике. Также можете зайти в мою группу ВКонтакте, где выходят новости о моём канале. Спасибо вам огромное за просмотр, желаю вам удачного дня и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok